Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Проблема автомобильной пробки на въезде в город решена. В день семьи, любви и верности анапские семьи наградили за преданность и верность. Администрация города проводит творческий фотоконкурс. Сейчас обо всем подробнее. Дорога стала короче, город доступнее. Километровые пробки на въезде в город устранены. Все дело в новой разметке верхней дороги от улицы Северной до Санатория «Россиянка». Еще неделю назад этот участок дороги заставлял водителей и пассажиров запастись недюжинным терпением, чтобы отстоять в пробке на въезде в город час-полтора. Теперь этот отрезок дороги от Чимбурского кольца до въезда в город на перекрестке трассы с улицы Северной машины преодолевают в считанные минуты. Было принято решение с целью разгрузки въездной трассы в город Анапа со стороны ЖД вокзала, принято решение об организации двух полос по направлению в город. С департаментом автомобильных дорог было принято решение и изменена схема организации дорожного движения, которая действует в настоящее время. Как видите, это позволило разгрузить въезд в город. Транспорт движется уже без заторовых ситуаций. На выезд из города у нас наблюдается незначительное скопление транспорта, но так как они движутся по одной полосе, то с вами мы замеряли. Время в пути составляет от улицы Северной до Санатория «Россиянка» 5 минут. Разметка изменена таким образом. Полоса обгона от Чембурского кольца до въезда в город превратилась в самостоятельную вторую параллельную полосу движения. И так она и продолжается в городе по улице Крестьянской и далее на Анапском шоссе. Да, там очень хорошая развязка такая. Спасибо, что сделали. Очень хорошо. Спасибо городу, администрации города. В принципе, дорога лучше стала, а то, что полосы, допустим, если мне нужно к санаторию какому-нибудь проехать, нарисовали сплошную, и мне нужно делать круг, чтобы к этому санаторию подъехать. А так, в принципе, все устраивается нормально. Ну, сделали, пойдет. Ну, от этого кольца удобно. А вот до кольца пробка как стояла, так и стоит от ЖД вокзала. А от кольца удобно? От кольца, да, хорошо стало удобно. Быстро проезжаешь. Как отмечают водители, новая разметка позволила избавиться от многочасовых заторов. И большой плюс в том, что эту часть трассы разгрузили летом. В Анапе проходит чемпионат МВД России Краснодарского края по преодолению препятствий со стрельбой. Участвуют 26 команд отделов МВД края и две команды гостей Воронежского института МВД и управления МВД по Владимирской области. Участники чемпионата сразу же попали в экстремальные условия. После торжественного открытия начался ливень. Именно Краснодарский край семь лет тому назад провел в Анапе впервые соревнования с преодолением препятствий и стрельбой. Таким образом стал родоначальником этого вида многоборья, который был включен во Всероссийскую Спартакеаду МВД, как вид спорта, необходимый при подготовке личного состава. На сегодняшний день мы провели уже зональные соревнования во всем Краснодарском крае. И сюда приехали финалисты, то бишь лучшие со всех субъектов нашего Краснодарского края. Это 90 участников, 28 команд. Также мы пригласили к нам представителей Волгоградской области, Воронежской, Владимирской. Они перед чемпионатом МВД России, который пройдет во Владимире через месяц. Изъявили желание тоже поучаствовать в наших соревнованиях. И вот сегодня будет захватывающаяся и принципиальная борьба в данных соревнованиях. Специальная площадка с двумя полосами препятствий, оборудованная семь лет назад на высоком берегу, продолжает служить местом подготовки личного состава Анапского отдела МВД и проведения соревнований даже всероссийского масштаба. После торжественного построения и открытия соревнований начался дождь, который перешел в ливень и сделал некоторые препятствия еще более труднодоступными. Скользкие бревна и поверхности предполагаемого забора, подвалы залиты водой. А после преодоления всех этих препятствий нужно метко выстрелить в мишень, регулируя дыхание. На старте сотрудники ОМОН, Краснодара и Сочи, ДПС Анапы, Белореченска и других районов края. Исключений нет ни для кого. Баллы присуждаются за частоту прохождения препятствий и меткость выстрелов. Чемпионат продлится два дня. Кто самый сильный, ловкий, быстрый и меткий, узнаем завтра. 8 июля – день памяти Петра и Февронии, святых покровителей супружества. И в этот же день православные верующие отмечают день семьи, любви и верности. В Анапе образцовые семьи наградили за верность, многолетнюю любовь и преданность. Гимн празднику исполнили супруги цыганок. С разными юбилеями от Ситцевой до золотой свадьбы семь семейных пар поздравила руководителя дела ЗАГС Галина Никитенко. Мы рады приветствовать вас в отделе ЗАГС города-курорта Анапа. Ведь именно здесь государственным актом утверждается рождение семьи. Здесь, в этом зале, пишется история любви нашего города. И в этом же зале мы поздравляем и чествуем юбилея семейной жизни тех, кто сумел провести сквозь многие годы свое чувство любви. Трогательную церемонию вручения подарков провел отец Виктор. Подарил каждой семье Евангелие с пожеланием, чтобы священное писание стало настольной книгой. И благословил хранителей семейного очага иконами. Слез не сдержать от счастья за каждую семью. Как в горе и радости прожить каждый день и при этом оставаться верными друг другу и чувствам, знают супруги Саркисовы. Евгений во время Чеченской войны получил тяжелое ранение и передвигаться вынужден был в инвалидном кресле. Каждый день супруги доказывают, любовь способна преодолеть все преграды. Евгений и Анна в этом году отмечают деревянную свадьбу, пять лет совместной жизни. Воспитывают дочь Еву и ждут второго ребенка. Как познакомились, помнят в подробностях. Влюбилась, как девчонка. Помните, как познакомились? Да, мы рядом работали, познакомились, влюбились, долго встречались, почти 10 лет, ну а потом решились. Что вы цените, а не искали? Доброту, искренность, честность. Одержит нас большая любовь друг к другу. Познакомились случайно. Я работал, и она работала рядом со мной просто. Мы вот так познакомились, общались, говорили. Так и начали общаться. Я сторонился от нее. Здоровая девушка, я все-таки немного. Она была настойчивая и добилась своего. С государственным праздником семь самых ярких пар курорта поздравила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. Передала поздравительные адреса юбилярам от губернатора Кубани Александра Ткачева и главы курорта Сергея Сергеева. 15 лет семейной жизни отмечают в этом году супруги Минаевы. Отметку в журнале о фарфоровой свадьбе 20 лет вместе оставили супруги Ивановы. Жемчужную 30 лет отмечают в семье Веры и Николая Фалько. 40 лет неразлучной супруги Лазебник и золотая свадьба высшей пробы в семье Дроботовых. Поддерживая уважительно и бережно относятся друг к другу вот уже 50 лет муж и жена. От них настоящих хранителей семейных ценностей и семьи, как главной ценности, напутственные слова молодым. Чтобы молодым будет счастье, взаимопонимание. Общественные медали за любовь, преданность и верность получили две семьи. И каждое поздравление, цветы и вновь счастье. Быть рядом с любимым и самым дорогим человеком. В администрации города-курорта продолжается прием заявок и работ на фотоконкурс «Пять причин, по которым стоит приехать в Анапу». Принять участие в нем может каждый. Главное – запечатлеть самый яркий момент отдыха для гостей нашего города и красивые виды любимой Анапы для нас с вами, ее жителей. Призы – отдых в здравницах курорта в период бархатного сезона. Фото с небольшим комментарием принимают до 1 ноября в пресс-службе администрации города-курорта. А пока мы решили узнать, что привлекает гостей в курорт на Анапе и какие достопримечательности они увозят с собой на фото. Фонтан у вас очень яркий, красивый, напротив парка вообще обалденный. Разными цветами нам понравился, очень красивый, эффектный. У нас, к сожалению, фотоаппарат в этот момент не включился, мы бы поснимали бы. Очень понравился, очень такой зрелищный. Ну и парк у вас, конечно, очень насыщенный, очень насыщенный, что там запутаться можно. Очень яркий, красивый. Пока что только на пляже пофотографировались и скульптура мужчины, который лежит со шляпой прикрытой. Все красиво, набережные очень красивые. Ну вот все, что памятники, они такие интересные. Жемчужинка нежная, человек, который в белой шляпе отдыхающий, интересный. Такая задумка, очень даже интересная и необычная. А мне вон там понравилось. Очень много музеев восковых фигур, мы их почти все обходим. Это пока одна из них, один из музеев такой интересный. Так как мы живем в Краснодарском крае, иногда бываем в Анапе. Действительно, очень изменилась Анапа, красиво, приятно находиться. Ну, какую бы вы фотографию послали на фотоконкурс? Ой, на фотоконкурс, ну, наверное, на фоне набережной, где стоят катера, допустим, да. Есть действительно памятники очень шикарные, такие красивые. Алые паруса. А, кстати, мы и делали фотографии возле алых парусов. Есть много мест, которым можно действительно сфотографироваться и отправить на конкурс. Очень приятно. Для участия в конкурсе принимаются работы в электронном виде. Фотографии в формате JPEG отправляйте на электронный адрес администрации города-курорта до 1 ноября. Каждый участник может оставить не более пяти фото. В конкурсных работах должна содержаться следующая информация. Фамилия, имя и отчество автора, город проживания, контактный телефон и адрес электронной почты, название фотоработы, место и по возможности дата съемки. Обладатели трех призовых мест получат возможность отдохнуть в анапских здравницах. Приз за первое место – 10 дней отдыха, за второе – 7 и за третье место – 5 дней. Имена победителей будут объявлены в феврале 2015 года на ярмарке путевок детского и семейного отдыха «Анапа. Самое яркое солнце России». Возможность отдохнуть в санаториях курорта будет предоставлена в мае и сентябре 2015 года. Бархатный сезон в Анапе – это волшебное, незабываемое время, поэтому осуществите свою мечту, участвуя в конкурсе. Рассказ об отдыхе победителей с их впечатлениями будет размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Город-курорт Анапа». Лучшие фотографии будут представлены на выставке, посвященной открытию курортного сезона 2015 года. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. В среду 9 июля в Анапе будет малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 21-24, ночью до плюс 20 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...